У нас еще... Я уже читаю. Вот, представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в пять лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки. Занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил. Занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардеробе, тут же из гардероба. Хорошо все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще два года, время есть. Бегу, вижу, растет хвост сто километров в час. Кто последний, я за вами. Что выбрасывают плащи? Плащи так плащи, надеюсь, не наши. Занялся плащом, тут же записался на ремонт, в ателье и в химчистку. Не теряю ни секунды. Кричат. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах. Пока. Прилетая на пляж, занимая очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь, брат шезлонги взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, что потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетая, попадая на плавки, занимаясь за финской рубахой, подходит в холодильник, записываясь на телефон, занимаясь за туфлями, бам, подошла очередь на кладбище. Эй, молодой, вы за мной будете. Что значит, я не стоял? Уже мои венки повезли. Видите надпись «Дорогому, любимому от товарищей по очереди». Успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался. Меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу, ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. Год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы. И смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время. У меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал. Осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало. Я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать не теряя надежды. Ждать сидя на стуле и покачиваясь. Ждать стоя и переминаясь. Ждать прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал. Ну прочь эти мысли. Подождем автобуса. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...